В том, что ты плохо пытаешься скрыть свою скрытую ненависть к русским в глубине души. Наверняка радуешься, как нас гнобят во всем мире. Не говорили войска Советского Союза, не говорили, русские говорили. Американцы говорили, русские подлодки. Не советские, русские. Это тоже было синонимом слова советские. Поэтому, когда ты переехал в Европу, как ты нашел первую работу и искал ли вообще? Я не работаю в привычном понимании работы. В том, что почему у оккупантов только одна национальность, это русские. Прямо бесит, когда все вокруг говорят исключительно русские. А это не должно бесить Смирнов. Но это, извини меня, от того, что Россия и русские оккупировали другие народы, сделали их частью своей страны. От этого для мира в целом, здесь в мире даже нет двух слов, как в русском языке, россияне и русские. Такого нет. Здесь везде русский. И это россияне. Это одно слово. Поэтому это не должно обижать. Увы, но ваша страна на протяжении долгих столетий занималась оккупацией чужих территорий, колонизацией этих народов. Вы насильно их делали частью своего государства. Да, сегодня разные, конечно, народы являются частью этого государства. Сегодня какой-то отдельный оттенок национальный дать там нельзя. Однако, со стороны, сказать, что это русские напали, в этом нет никакой ошибки. Да, это русские, россияне, русские, это такой, это уже синоним. И вы должны к этому относиться именно так. То же самое было и во времена Советского Союза. В Советском Союзе еще больше было народов, чем сейчас в России. Там и Грузия, и Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, каких только там народов не было. И Прибалтика. Однако, для мира это были русские. Не говорили, войска Советского Союза не говорили, русские говорили. Американцы говорили, русские подлодки. Не советские, русские. Это тоже было синонимом, слово советский. Поэтому, когда русский является синонимом, а российский, в этом нет никакой ошибки. И это не должно бесить. Тумсо, ты плохо пытаешься скрыть свою скрытую ненависть к русским в глубине души. Наверняка радуешься, как нас гнобят во всем мире. Смирнов, я очень открытый и прямой человек. Как правило, я не стесняюсь никогда говорить то, что я думаю. И кого-кого, но русских людей я бы меньше всего, наверное, в мире в этой жизни стеснялся бы, если бы у меня что-то подобное было. Однако, я наоборот пытаюсь не обобщать. Все-таки, среди русских людей, именно вот этнически русских, так скажем, если так можно говорить, многие спорят с тем, что русские это не этнос все-таки, а это обозначение народности. Но я сейчас, не вдаваясь в эти подробности, скажу, что вот среди именно людей, называемых русскими, есть те люди, которых я уважаю и от которых было очень много добра непосредственно в мой личный адрес. И в целом по отношению к моему народу. Поэтому я не могу вот обобщить, сказать, взять всех русских, вот этих вот людей, которых я уважаю, тоже взять и туда впихнуть, понимаешь? Это мне мешает. Поэтому нет, я, когда я говорю русский, я подразумеваю слово россиянин. И под этим русским я буду подразумевать и, скажем, какого-то представителя какого-нибудь северного народа, например, да, но который тоже воюет в российской армии. Поэтому нет, у меня нет никакой ненависти именно к русским, как к народу. В том, что это правда, что чеченский язык в Чечне забывают. Я заметил, что на многих видеоцифры и какие-то термины называют на русском загрязняется язык. Да, есть такая проблема, к сожалению, так как нет никакой работы по сохранению этого языка. Язык, он умирает, когда твоя страна оккупирована, и оккупант навязал тебе свой язык, свою культуру. И если в стране не установлен документ оборот на родном языке, образование не дается на родном языке, то, конечно, язык умирает. Вот это сейчас происходит в Чечне, к сожалению. Поэтому большинство там любых совещаний кадыровских, посмотрите, там никто там не говорит на чисто чеченском языке. Процентов 60-70 кадыров говорит на чеченском, процентов 30 его речи это русские слова. И так любого. Турция, как ты думаешь, может ли Турция из-за своих тюркских, туранских аппетитов навредить независимому Кавказу, ведь мы вообще будем не защищены? Братья, давайте мы решим проблему с нашим историческим врагом. И уже дальше будем по мере поступления решать вопросы. Сейчас, имея проблему с Россией, думать о проблемах с турками, с американцами, европейцами, индейцами, ну это неправильно. У нас не было никогда проблем с турками и нет никаких предпосылок к тому, чтобы они у нас начались. Если что-то подобное у нас и начнется, то мы будем разбираться. Это турки наши братья, с ними мы и найдем общий язык иншала. Если Чечня избавится от русских, какая страна потенциально захочет вас захватить? А нет такого варианта, что вот никакая страна нас захватить не захочет. Это вообще не рассматривается, просто так жить не может нормально Чечня без каких-то захватнических воинов. Воин, неужели мы постоянно должны от кого-то обороняться? Неужели постоянно кто-то нас должен хотеть захватить? Неужели просто вот нельзя нормально жить? Вот Грузия отделилась и никто ее захватить, ну кроме России опять-таки, ее никто захватить не пытается. Просто с Россией решить проблему, все, у них нормальное отношение с Турцией, к соседями, которые они являются. Армении, с Азербайджаном. Только с Россией есть проблема. Вот я думаю, у нас тоже, нам нужно решить проблему с Россией, и больше у нас никаких проблем, иншаллах, не будет. Но если даже они будут, то мы по мере поступления будем их решать. Когда ты переехал в Европу, как ты нашел первую работу и искал ли вообще? Я не работаю вот так вот в привычном понимании работы, когда ты куда-то устраиваешься и потом ходишь туда на работу, отрабатываешься на рабочий день, возвращаешься домой. Вот в таком режиме работы я не работаю уже с 2015 года, с ноября, вот как я соскочил из Чечни. Все, на этом моя вот эта обыденная жизнь и такое привычное понимание работы закончилось. Но я считаю, что то, чем я занимаюсь, это теперь моя работа, это моя деятельность. Но это не какая-то регламентированная, то есть нет такого, что у тебя рабочий день. Есть эфиры, которые я провожу фиксированно два раза в неделю. Но можно ли это назвать работой в привычном понимании? Отчасти может быть, да. Но это скорее уже такая деятельность, это не работа, это деятельность. Субтитры создавал DimaTorzok